Итак, друзья мои, Чарка Водки в России до 1917 года содержала 120 грамм, то есть 1 сотую ведра. Песня называется «100 грамм фронтовых. Баллада окопного ветерана». Прабрадед мой на флоте чарку пил на шканцах, Обычай тот взял Петр Великий у голландцев. В войну же первую с германцем мировую Не шли без чарочек в атаку штыковую. Мы долгий путь прошли от чарки до стакана, Цари сменились на вождей иуд-тиранов. Когда на фронте 40 градусов снаружи Спасал стакан 40-градусной от стужи, Миллионы были нас в СССР, в России. Кто знали, помнили, 100 грамм те фронтовые. В 42-м давали их перед атакой, Кому-то где-то перед рукопашной дракой. Ведь, вдохновясь, бежать вперед нам легче было Через поля, как безымянную могилу. В чем нам задолго до победного парада, Та сотня грамм была предсмертную наградой, Танхистам бравым 200 грамм не пожалели, Коньяк же летчикам 100 грамм, чтоб видеть цели. Кавказцам выдали вина с портфейном сразу, Их предки были все джикидами с Кавказа. Тогда нам было не до водочной бравады, Мы отступали до Москвы, до Ленинграда, В котлов капканы попадали нас миллионы, Сдавались в плен врагу бескрайние колонны, Где спирта не было, в военной хирургии. Там становились часто мертвыми, живые, Кому-то где-то санитарка жизнь спасала, Замерзшим водки дав стакан с кусочком сала. Когда голодными врывались мы в окопы, Сквозь хрип и стон мы брали хорь с оттеней Европы. Мы дрались насмерть в тех траншеях, Где закуска, где среди трупов молодых Был шнапс нерусский. Мой труп разорван в клочья был, Другой изранен, Сто поминальных грамм, Как капля в океане. В стране безбожной я крещен, Знал чувство меры. Война плодит героев, Пьяниц и зуберов. Что пьют вожди, Мы никогда не обсуждали, Мы поумнев, Не трезлых снег. Коньяк армянский хванчкароли, Цинандали, Мы поумнев, Не трезлых слов, Не говорили, Покуда жилы Ни в Сравбате, Ни в могиле. Бельёны с бидоны с водкою Везли нам утром рано Под автоматчиков Училинной охраной. В дыму Берлина Мы такую же баклагу Охолостили Перед сдавшимся Рейхстагом. Конец войны Отмечен, Всюду был салютом. Пришли домой, Узнав дела Пришельцев лютых. В боях я помню Будапешт, В орхестрах Прагу, Концерт Руслановы Для нас, Костян Рейхстага. А после В рюмочных В кафе После военных Кроме доносчиков Имели Уши стены Там инвалиды И безногие Коллеги Кричали правду О войне О расстрельном веке. Там та же сотня грамм В геройском споре пьяном Тюрьмой кончалась Не хочу распространяться, Но знают все От генерала До солдата У нас не пьют Лишь стукачи И все И все Горбаты Молодец. А где? Вот такие примечания к этой песне. Дела НКВД, трофейная и ленинградская. Расстрельные дела второй половины 40-х, середины 50-х годов. По первому из них было репрессировано более 100 генералов из главного руководящего состава героев войны. Расстреляно 22 генерала и один маршал по трофейному отделу. По второму репрессировано более 2000 человек. Расстреляно все ведущее партийное руководство тогдашнего Ленинграда. Процесс был продолжен в Москве. В итоге по ленинградскому делу было расстреляно 26 руководителей коммунистической партии, а двое умерли от пыток при допросах. Такой был результат послевоенной кремлевской борьбы за власть. Пять ленинградских дел было. Я заполнил паузу. Да, да, да. Все снимаем. Было пять ленинградских дел. И что интересно, когда было решение суда, решение исполнялось сразу. Человека выводили и в туалет, и в туалете стреляли за этого. Вот результат пяти ленинградских дел. Расстреливают в туалете, который находился рядом с залом суда. Вот так вот. Да, ну ясно. Годик, ты тоже мученик.